Неделя спорта Кубок открытия между четырьмя лучшими сборными России, объединенными, а именно Центр, Поволжье, Запад и Восток. Кто из этих четырех стал чемпионом данного кубка, узнаешь в репортаже Софи Чугуновой. Первый в истории студенческой хоккейной лиги кубок открытия разыграли в Казани. За право стать первыми обладателями данного трофея боролись четыре сборные – Поволжье, Центр, Запад и Восток. Каждой команде предстояло сыграть по три игры. Победители определяли по количеству набранных очков. Матч открытия состоялся между сборными Центра и Запада. Центр казался сильнее, но ошибки как в нападении, так и в обороне не позволили забить больше одной шайбы и победить соперника, который умело пользовался ошибками Центра. Итог встречи 2-1 в пользу Запада. Вторая встреча первого игрового дня стала рекордсменом по количеству заброшенных шайб. Поволжье и Восток на двоих забросили 12 шайб, но боевая команда с Урала показала жесткий и скоростной хоккей, одержав крупную победу над хозяевами со счетом 7-5. Если в первой игре турнира одержать победу Востоку удалось в основное время, то исход матча с центром решила серия буллитов. После третьего периода на счету обеих команд было по 4 заброшенные шайбы, но как бы ни был надежен вратарь Центристов, гости с Урала смогли забросить на одну шайбу больше, чем соперники. Свою третью победу ребята одержали в противостоянии с еще одним лидером турнира командой Запад. Никаких проблем команда Георгия Катина не доставила. Уральцы поразили ворота 6 раз, а пропустили лишь единожды и укрочили свои позиции. В тяжелом, но не менее результативном матче между Западом и Поволжьем сильнее оказался Запад. Команда Зеленых забросила 6 шайб, хозяева ответили 4-мя, 6-4 в поезду Запада. Заключительный матч турнира состоялся между сборными Поволжьей и Центром. С первых минут матча Центристы ринулись в атаку, часто бросали в сторону ворот, но удача была не на их стороне. То шайба летела мимо ворот, то в штангу, а вратарь хозяев льда был просто бесподобен. Вытаскивал, казалось бы, безнадежные шайбы. После первого периода команда Анварова и Ахметова смогла найти ключ к воротам гостей и забила сначала одну, потом вторую и третью шайбы. Начало третьего периода также располагало к увеличению преимущества хозяев. Но соперник решил иначе. Две пропущенные шайбы и были дольные последние пять минут встречи. Интересно было наблюдать за игроками обеих команд в этот промежуток времени. Ребята самоотверженно ложились под шайбу и с последних сил вались в контратагу. Но счет так и не изменился. Победа и третье место. После матча все команды были приглашены на лед для вручения медалей и памятных подарков, а также для честного чемпиона. На лед две недели катались. Поступил такой вызов в сборную. Все. Тренер собрал нас, сказал, сели на поезд, приехали. Прошла первая тренировка. Ребята все, конечно, по командам знаем, но как играют, еще не сплотились, пока какие-то сочетания не наиграли в процессе игр. Помимо розыгрыша первого кубка, открытие состоялось еще одно важное событие для мира студенческого хоккея России. Между молодежной лиги и студенческой заключили соглашение, целью которого является содействие хоккеистам, окончившим выступление в клубах молодежки, получение высшего образования и продолжение спортивной карьеры в студенческой хоккейной лиге. Софья Чугунова, Амальта Миров, Неделя спорта. Итак, друзья, мы продолжаем программу Неделя спорта. И сейчас мы будем говорить о таком мероприятии, как внутривузовский этап проекта от студзачета АССК к знаку отличия ГТО. И сегодня в гостях у меня в студии, можно сказать, идейный вдохновитель этого проекта во всей России, главный менеджер, а также по совместительству, ну, в самой главной должности, я думаю, у тебя, это председатель нашего спортивного клуба «Казанские юлбарсы» Ренат Менгалеев. Ренат, тебе большой привет. Добрый день. Роман. А прежде чем мы с тобой начнем говорить об этой теме, об этом замечательном мероприятии, я предлагаю тебе и вам, дорогие зрители, посмотреть сюжет, который приготовила для вас Виктория Степина с данного мероприятия, которое проходило у нас в воскресенье в КСК КФУ «Уникс». Смотрим, наслаждаемся, затем приходим к обсуждению. На старт, внимание, начинаем. С 1 сентября по всей России дирекция спортивных и социальных проектов совместно с ССК России запустили новый социально значимый всероссийский молодежный физкультурный проект от студзачета к значку отличия ГТО. 66 регионов России, 72 тысячи участников и 302 вуза. Конечно, Казанский федеральный не остался в стороне. 500 студентов из различных институтов пришли проверить свои силы и отстоять честь университета. Вообще, оно началось с инициативы наших социальных партнеров Ассоциации студенческих спортивных клубов России, которые пришли с инициативой в интересной креативной форме, поэтапно, поступенчато вовлечь в надмиллионную армию студентов. Для нас это было очень важно, что они предложили увлекать студентов в официальное выполнение нормативов комплекса ГТО, потому что, к сожалению, пока студенческое братство не так активно включилось в реализацию этого федерального проекта президентского, между прочим, мы, конечно, эту историю поддержали. В минувшее воскресенье студенты боролись за лучшие результаты в таких дисциплинах, как челночный бег, прыжок в длину, рывок гири, пресс, подтягивания и отжимания. Наряду с физической подготовкой у участников проверяли подковность в области теоретических знаний по физической культуре и спорту. К тому же все, кто пришел поболеть за свои институты, к слову, их было много, могли измерить свои показатели тела – рост, сила, вес, мышечная масса, костная и процент содержания жира в организме. Ну, вначале было очень волнительно, так как, во-первых, это первое соревнование такого масштаба для меня, как спорторка, ну и, конечно же, сдавать ГТО в рамках, когда ты уже стал студентом, это все-таки намного другое, чем в школе. Поэтому было очень волнительно, но, в принципе, мы все справились с этим, ну и начали сдавать. Студенты, выполнившие на данном этапе нормативы комплекса «Студзачет АССК России» на золотой знак попадают в сборную вуза по ГТО, таким образом получая право защищать честь вуза на втором этапе – региональном студенческом фестивале ГТО. Состоится он с 24 сентября по 11 ноября. Это первый в стране конкурс соревнований по выполнению нормативов ГТО среди высших учебных заведений России. Планируется, что в Казани участие в проекте примут 3000 студентов из 8 вузов. Мы желаем удачи, сил и стойкости нашим спортсменам. Виктория Степина, Амаль Тимиров, Неделя спорта. Итак, дорогие друзья, мы посмотрели с вами сюжет от Виктории Степиной. Большое ей спасибо. Итак, Ренат, перейдем уже к обсуждению данного мероприятия. С чего вообще все началось? Как дошли до такого, что ГТО теперь узнаем в рамках АССК? АССК выиграл грант, фонд президента грантов на проведение первого фестиваля среди студентов ГТО. Но сделал не просто обычный ГТО, а сделал так, по нескольку, нескольких этапов. Внутри вузовский, региональный и всероссийский фестиваль ГТО среди студентов. Внутри вузовский этап как раз таки стоит в том, что студенты сдают не норматив ГТО, а судоззачет АССК России. Тем самым они смотрят свою готовность, проверяют, готов ли они сдавать ГТО. В чем отличие сразу норматив ГТО от АССК? Норматив ГТО нужно сдать, чтобы получить знак в 8 норматив. Судоззачет АССК России это облегченная форма ГТО, где у нас 5 нормативов, но которые дают нам показатель, готов ли студент сдавать ГТО. Получается, что во внутривузском этапе студенты, большое количество студентов приходят, сдают нормативы студоззачета АССК России. Отбирается лучший, кто сдает на золотой знак студоззачета АССК России. И именно эти люди уже могут идти дальше сдавать на золотой знак отличия ГТО. Хорошо, вот ты как являешься менеджером проекта, ты, скорее всего, следишь по всей России, что в итоге происходит. Какие регионы вот прям хорошо удивили? На данный момент в проекте участвует 66 регионов. У нас проходит 1 сентября внутривузский этап. Он официально был дан старт 16 сентября, день рождения АССК России. На данный момент все регионы хорошо проводят. Нет таких регионов, которые намного круче проводят других. В принципе, все регионы одинаковые. Но еще проект продолжается, время есть. Посмотрим, какие будут итоги, результаты. Хорошо, перейдем к системе проведения именно по верхкарьерной лестнице. Можно так сказать, внутривузский этап региональный и всероссийский. Напомню, друзья, то, что когда был фестиваль АССК в городе Анапе, в поселке Суко, был такой неприятный момент, то, что был допущен профессионал, так как АССК позиционирует себя как больше любитель, для любителей. Здесь как это обходится? А, ну, ГТО, это из-за чата АССК России, такой вид, где нет профессиональных спортсменов. То есть... То есть может участвовать любой? Да, в проекте участвует любой желающий, независимо от своих достижений, хоть он мастер спорта в международном классе, хоть он только вчера начал заниматься спортом, любой может принять участие в нашем проекте. Хорошо. А кто попадает в итоге в сборную ВУЗа? Сколько человек? И что ему необходимо для этого сделать? По итогам внутривузского этапа, все те студенты, которые сдают нормативно золотой знак студенчата АССК России, официально попадают в сборную ВУЗа на региональный этап, их может быть огромное количество, 100-200 человек, зависит от того, сколько человек пришло на отборочные этапы ВУЗ. Но чем больше, конечно же, представителей студенчества нашего ВУЗа будет на региональном этапе, тем больше шансов у нас отобрать 10 лучших результатов именно на региональном этапе. Но я скажу подробно, что именно на региональном этапе уже студенты сдают норматив ГТО, и лучшие 10 студентов из каждого ВУЗа, 5 девочек и 5 мальчиков, будут отбирать результаты, и их сумма будет складываться по 100-очковой таблице. И тот ВУЗ, у кого будет самые лучшие 10 результатов, получит путевку на Всероссийский фестиваль в городе Белгород. То есть, получается, сборной именно региона не будет, да? Да, и не будет такого, как на ССК, допустим, вот у нас выступали и по баскетболу, и по волейболу вот несколько наших сборных было. Ну, имеется в виду не КФУ, а всей республики. Да, будет всего... То есть, здесь только одна, да? Один ВУЗ только, может, в Республике. Официально допускается на фестиваль 55 регионов, 55 ВУЗов будут у нас представлены на фестивале ГТО в Белгороде. На данный момент у нас зарегистрировалось 6 регионов, то есть, будет составлен какой-то рейтинг по тому, как будет проведен каждый региональный этап в каждом регионе. И 55 лучших команд именно ВУЗов попадут от лица региона, защищаясь в честь региона на фестиваль ГТО на Россию. Друзья, я напоминаю то, что сегодня мы с Ренатом Менгалеевым, с нашим председателем студенческого спортивного клуба «Казанские Юлбарсы» говорили о внутривузовском этапе проекта от студзачета АССК России к знаку отличия ГТО. Ренат, тебе большое спасибо, что ты пришел к нам на программу. Спасибо вам, что вы нас поддержите, освещаете наши мероприятия. Еще раз большое спасибо. И большое спасибо вам, дорогие зрители, что вы смотрите нашу программу. На этом все. Мы закругляемся на сегодня. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.